Всем привет! Сегодня у нас снова пчеловодное видео, которых не было уже давно. Но это не значит, что не было никакой пчеловодной работы, просто я ее не снимал. А сейчас все в общих чертах расскажу, когда придем на пасеку. Да, кстати, сегодня скажу что. Сегодня будем пробовать уже начинать закладывать отводок стартер, делать, чтобы начать выводить маток. Как я уже говорил, маток будем вводить с вещевых. Ну, в общем, покажу сейчас все, как я это буду делать. Отводок будем делать не в отдельный улей, а в ящик, который мы поставим сверху. Точнее, не сверху, да, ну, рядом с 10-рамочным корпусом в нашем уле. Этот ящик я сделал на три рамки, но он шире, чем на три рамки, специально, чтобы на прививочной рамке, которая будет по центру, оставить большие промежутки. Чтобы ничто не стесняло пчел в отстройке с вещевых маточников. Ящик я сделал, из чего попало, просто из досок произвольный. Поскольку у этого ящика нет никаких литков, чтобы пчелы не запарились, я сверху, вместо холстика, буду устанавливать антикомариную сетку. Ну что, вот мы и пришли на пасеку. Сейчас давайте сначала эту работу произведем, а потом я уже расскажу, какая предварительная подготовка предшествовала вообще всему нашему процессу. Чтобы начать закладывать отводок стартера, нам необходимо сейчас сначала дополнить верхний корпус десятирамочный до полного комплекта рам. Но у меня, к сожалению, вообще суши нет никакой, поэтому я взял тут какую-то кривенькую, недостроенную полусушь такую, поставлю ее. Две суши и три вощины. Это все мы поставим в гнездо, из гнезда наверх будем переносить рамку. Сейчас нам важно найти рамку, точнее не найти рамку, а чтобы матка отложила яйца и личинки, чтобы уже были на рамке свежеотстроенной. То есть вощины три штуки я до этого туда подставил. И необходимо, чтобы для вывода священных маток использовать именно новые суши, потому что именно на ней ячейки самого большого размера, и она оптимальнее всего подходит для вывода маток. Вот что у нас есть в уле на данный момент. Это корпус. Здесь у меня уже четыре рамки. Одна вощина у меня просто сюда поставила, они ее не оттягивают. Вот она у меня тут вплотную приставлена. Сейчас ее отсюда выну. Ну и вот так что снимаем дальше ограничитель, точнее надставку, и вытаскиваем корпус. Я попробую, конечно, показать все, как оно есть. Ну, как удобно, не знаю, видно или нет, это мы уже увидим потом. Корпус вынимаем целиком, со всеми рамками, что там сейчас есть. Вот у меня здесь установлены разделительные решетки, чтобы матка не переходила вверх. Сейчас будем искать сот, свежеотстроенную вощину. Какой-то из трех определенно должен быть засеян. Случилась небольшая оказия, точнее не оказия, я даже не ожидал, что такое может быть. Эта семья, которую я планировал сделать инкубатором, матка осталась во втором корпусе. Как ни странно, хотя я сам видел, как она ушла по рамкам вниз, перед тем, как я клал разделительные решетки. Но, видимо, я оставил где-то там дырку, и не просто кровь из носу, нужно было во второй корпус. Когда я разобрал гнездо, я понял, почему она пошла во второй корпус. Потому что все гнездо залито нектаром. Все 16 рамок лежака, все свежеотстроенные соты залиты нектаром. Я просто такого не ожидал, потому что сейчас не сезон. И сколько я не разговаривал с пчеловодами, с другими, что все жалуются, что сейчас нет взятка. Но я даже и не стал смотреть, если там свободное место в гнезде. Но его не оказалось совсем. Все, какие только есть ячейки, залиты. Во втором корпусе всего свободных полсота с одной стороны. Все остальные тоже залиты нектаром. Поэтому я убрал оттуда все разделительные решетки. Дополнил верхний корпус до 10 рамок. Получается, сейчас у меня 26 рамок в этом улье. Из него я буду в ближайшее время делать отводки, потому что семья просто очень сильная. И она скоро начнет родиться с такой силой, что там не подставляй, потому что уже от пчел нет отбоя. Ну, наверное, это и хорошо. Потому что у меня есть другая семья, которая вполне, наверное, загодится на роль инкубатора. Сейчас я туда пойду. Я сейчас схожу за овощиной, только потому что всю израсходовал в тот улей. Поскольку это очень агрессивная семья. Не то, что очень, а крайне агрессивная. И, наверное, лучше не плодить из нее маток. Потому что все те 10 семей, которые я приобрел новые, они очень спокойные. Даже если без маски к ним приходишь, просто если не лезешь в улей, никаких нападений нет. Как только подходишь к этому улью, лучше бежать, потому что нападают на все, что движется. Даже не залазя в улей, я вот только подошел, начал снимать. Порядка 10-15 пчел уже окружили меня, начали атаковать. Хотя я не знаю почему. Поскольку, видимо, для них взяток огромный, если все залито нектаром. Ну, посмотрим. Сейчас схожу за овощиной и попробую другую семью использовать как инкубатор. Ну что, я принес овощину. Сейчас будем ковырять второй улей. Посмотрим, есть ли в нем подходящие рамки. Ну что, в этом уле опять какое-то наваждение буквально-таки случилось. Здесь тоже матка перешла во второй корпус, но перешла она не потому, что я ее там забыл, потому что она очень мелкая. Она прошла сквозь разделительную решетку наверх. Но в этом был один плюс, потому что я, в принципе, даже не стал сначала заглядывать в второй корпус, сразу начал искать подходящий сот внизу. Там опять, как всегда, пчелы заливали медом отстроенные соты, а не матка откладывала туда расплод. Ну, а потом, как ни странно, я решил проверить и второй корпус сверху. Оказалось, что там матка как раз-таки прекрасно отложила в свежеотстроенный сот очень хороших личинок и даже уже там появился печатный расплод. Потому что у меня там как раз была поставлена вощина во второй корпус, чистая. Пчелы ее отстроили и теперь у меня есть рамка с прекрасными личинками, чтобы делать отводок стартер. Ну, я на всех случаях достал во второй корпус еще пару сотов с гнезда во второй корпус. Там тоже молодые личинки, потому что, видимо, матка ходила везде. И вниз, и вверх, вот эту разделительную решетку, которая не работает. Ну, именно, видимо, она не работает в данном конкретном случае, потому что этот улей не мой. Я не видел там матки какие. Ну, как-то, видимо, неудачная какая-то матка, очень мелкая. И она спокойно пролазит и туда, и обратно. Ну, я сейчас опять стряхнул всех пчел в нижний корпус вместе с маткой. Посмотрим, как оно будет. Сейчас к вечеру пчелы должны подняться до обслуживания молодые, для обслуживания расплода, который у меня во втором корпусе. И уже из второго корпуса мы, надеюсь, сегодня вечером с вами сформируем, наконец-таки, отводок стартера. Потому что матки нужны уже крайне скоро, поскольку отводки из того уля, который я осматривал сейчас, уже нужно делать, поскольку он полный и продолжает заполняться. Ну, все, в общем-то, да, до вечера. Ну, что, вот и наступил вечер, поэтому можно, в принципе, идти уже закладывать отводок стартер. Так что, пойдем. Ну, что ж, вот мы и пришли. Устанавливаем наш кубик для отводка стартера рядом с 10-рамочным корпусом, который мы сегодня поднимали из гнезда расплод. Сейчас уже к вечеру туда поднялось достаточное количество пчел для обслуживания. Так что, можно переставлять три рамки. Одну кормовую я буду переставлять и две рамки с молодыми личинками в отводок стартера. Предварительно, на низ отводка стартера, внизу, надо положить пленку, чтобы звуки и запахи семей не так сильно смущали пчел, находящихся в отводке стартера. Кстати, вот тут у меня есть дымарь, он что-то разошелся. С дымом лучше сейчас особо сильно не усердствовать, потому что пчелы могут уйти вниз, а они нам нужны. Ну что, сейчас переставляем из 10-рамочного корпуса в корпус для отводка стартера те рамки, о которых я говорил. То есть, я буду переставлять вот эту крайнюю кормовую и расплодную. Одну с расплодом на новой суше, которая свежеостроенной, и одну рамку с расплодом, который я поднял из корпуса светло-коричневых сот. Давайте я бегом сейчас покажу. Три рамки сюда поставил, и всех оставших пчел с трех рамок стряхиваем в этот отводок стартер, и все обратно утепляем и закрываем. Ну вот, все обратно закрываем, и оставляем только небольшое вентиляционное отверстие под москитной сеткой в отводке стартера. Ну что, на этом мы закончили закладку отводка стартера. Давайте я коротенечко расскажу вообще, в чем суть этого метода. Не знаю, может быть, конечно, он... Бытует мнение, что свещевые матки, они уступают по качеству роевым или искусно выведенным. Ну, не знаю. Мнение сомнительно, поскольку, в принципе, нет разницы, если вовремя заложить рамку прививочную. Потому что, если на ней есть двухдневные личинки, одна или двухдневные личинки, то, в принципе, матка ничего не потеряет, когда ее начнут кормить эту личинку маточным молочком. А суть вся в следующем, что мы просто заставляем чувствовать семью безматочность. Точнее, не семью, а вот эти три рамки пчел, которые сейчас сидят у нас в стартере. И они просто начинают оттягивать маточники на необходимых им личинкам. Если есть самые молодые, то на молодых. Если есть старые, ну уж на каких есть. Но не старше трех-четырех дней должны быть личинки, чтобы на них можно было получить впоследствии хороших маток. В общем, в принципе, наверное, ничего сложного. Не знаю, может, достаточно ли будет личинок, поскольку из-за того, что матка блуждала по корпусу, собрать хороший сот с отстроенными личинками было очень проблематично, поскольку пчелы заливали все медом, точнее не медом, а нектаром, все свободные ячейки. Поэтому матке класть было некуда. Хотя я старательно подставлял суш постоянно. Ну, суш чем плоха, потому что пчелам необходимо время, чтобы отстроить полностью соты. А сотов у меня нет вообще. То есть с прошлого года не осталось уже ничего, я все подставил, все, что было у меня. Поэтому приходится только растить сейчас сушью. Точнее, не сушью, а расти сейчас ващиной. Сейчас я обещал рассказать вообще, что надо было делать все время, которое у нас мы отсутствовали в эфире. Какие работы надо было производить с пчелами. В зависимости от силы семьи и количества расплода, необходимо было подставлять уже вторые корпуса. Вот если, например, у меня вот этот 12-рамочный, и в нем было внизу 6-7, ну, 7 примерно рамок расплода, то обязательно уже нужно им подставлять вощину во второй корпус. Не вощину, а как это происходит. Вы просто берете три рамки из нижнего корпуса, одну кормовую и две расплодные, а заместо них ставите в нижнее гнездо вощину. И все это, а все остальные три рамки поднимаете во второй корпус. Утепляете и закрываете. Пчелы сами поднимаются во второй корпус и обогревают там расплод, а внизу в гнезде отстраивают вощину. В 16-рамочных улях, вот, допустим, этот, но он не 16-рамочный, он почему-то 15-рамочный, в него просто я наставлял вощину там, где возможно, подставлял уже второй корпус. Потому что у меня есть лежаки на 16-рамах, где я уже подставил второй корпус. В ульях Цибро тоже самое, здесь подставляется вощина. Как минимум уже три рамки у меня в каждой, даже по четыре рамки, они уже полностью отстроены. И нужно подставлять вторые корпуса, но у меня их нет. Потому что у меня было сделано только два корпуса 10-рамочных, я их использовал на 16-рамочные ульи, и один корпус я использовал на 14-рамочные ульи. Но в каждой улье обязательно нужно уже быть, должен быть укомплектован уже до полного размера гнезда. Если 14-рамочные, то до 14-рамочных. 16-рамочные лежаки тоже у меня полные. 12-рамочные все со вторым корпусом. Ну, не все, а вот кроме одного. Потому что у меня вышла такая кальзи небольшая, не с этим ульем конкретно, а с моим ульем. Он у меня был вот такого типа, как вот салатовый. Но, к сожалению, я зимой, видимо, не знаю почему, отмерз, наверное, и два корпуса сделал неправильного размера. Оба короче на 2 см. Я не знаю, почему так вышло, но бывает с кем-нибудь, бывает случайности. Поэтому гнездо еще куда не шло. Рамки я туда поставил временные в гнездо. Они касались почти что пола. Там буквально 2-3 мм оставалось просвета. Этого очень мало. А гнездо вообще я не смог поставить. Никакие там подколышки, ничто не помогало. Поэтому пришлось его экстренно ликвидировать. И семью я пересадил. Слава богу, нашел у пчеловода одного подходящий улей. Нашел этот улей, он мне его предоставил в пользование. Старый свой ненужный дряблый. Но, тем не менее, он 12-рамочный. Я пересадил успешно в него вчера свой этот улей. А тот сейчас буду ремонтировать, делать какие-то надставки, чтобы и гнездо, и корпус все-таки соответствовали правильным размерам. Поэтому надо быть внимательней и все делать точно, чтобы потом не переделывать. Ну вот, в принципе, в целом-то и все. Просто надо смотреть по силе семей. Ну, кстати, вы можете меня особо сильно прям так не слушать, потому что я все работы, которые сейчас вам показываю, делаю первый раз. И ни разу я не смотрел, как это делается. Просто прочитал суть метода Цибро и начал делать. Посмотрим, как все будет. Потому что я решил, что проще, наверное, научиться на своих ошибках, чем повторять ошибки других, не понимая смысла вообще их. Так хотя бы пчелы меня научат, как правильно что делать. Конечно, хочется получить и хороший результат. Ну, думаю, ничего страшного мы с пчелами не делаем. Поскольку ввиду всех моих манипуляций, которые бы я не проводил, во всех ульях матки остались целыми и при пересадке, и при чистке, и при перестановке сотов. А, кстати, да, у меня была одна очень слабая семья, всего три рамки расплода было. Я ее подсиливал из других семей. Но важно подсиливать из семей, которые вы точно знаете, что они не больные. Так-то, в принципе, конечно, я в этом не могу быть уверен, но я их лечил от нозематоза как минимум. По внешнему виду других болезней у них нет. Так что я подсиливал его, две расплодные рамки поставил. И, в принципе, у меня в среднем, это было где-то неделю назад, все семьи выровнялись до одной силы, пять-шесть рамок. И потом уже я начал подставлять в них вторые корпуса, поскольку погода очень хорошая. Появился взяток, хоть небольшой, но и он есть. И матки начали интенсивную яйцекладку. Так что посмотрим, чем это все закончится, и посмотрим, как это все продолжится. Конечно, несмотря на противоречивое мнение о том, что... Некоторые люди писали, что пчел кормить не надо, все, мед им там и тому подобное. Но вот у меня, допустим, два моих улей. Один я подкармливал, второй, 16-рамочный лежак, я не кормил. У него был большой запас меда с зимы оставлен. И также, в принципе, и у 16-рамочного того лежака, который я подкармливал, тоже был огромный запас меда. Я оставлял им в зиму по 30 килограмм. Им его не съесть при большом желании вообще невозможно. Ну и результат просто колоссальный между этими двумя семьями. Потому что в первой семье, несмотря на то, что по расплоду, в принципе, они были равны. Зеленый улей опережал, тот, который я подкармливал улей, опережал, ну, максимум на одну-две рамки с расплодом в среднем. Сила у них тоже примерно равна. Однако сейчас тот, который я подкармливал лежак, он полностью залит нектаром. Нет свободного места, как я уже говорил. А в том лежаке интенсивность полета абсолютно другая. И нектара там существенно меньше. Есть абсолютно много свободного места, где пчелы могут откладывать и мед, и нектар, и сеять матки. Ну, не знаю, чем это связано, с подкормкой ли, или просто это специфика семей. Просто попалось, что одна такая сильная, другая слабая. Но тот отводок, тот улей 16-рамочный белый у меня, который я не кормил, он, в принципе, был сделан от рая вот этого зеленого улья. Поэтому они должны иметь какие-то схожие черты. Ну, не знаю, в общем, время покажет. Так что пока что все. Ждем завтрашнего дня, посмотрим, не пересадил ли я в отводок стартер матку. Так что все, пока-пока.